Привет, друзья! Вы находитесь на канале English Так Просто, и с вами Светлана Юнёва. Недавно я пересматривала интервью, в котором Юрий Дудь задавал вопросы Ивану Дорну. В какой-то момент они решили перейти на английский язык. Получилось очень здорово! Оба Юрий и Иван прекрасно владеют английским языком. Тем не менее, я заметила несколько ошибок, и сегодня мы их с вами разберём. Давайте начнём с первой фразы. Итак, посмотрите на это предложение. Возможно, вы сами заметите какие-то ошибки. Давайте вспомним с вами разницу между глаголами say и tell. Оба этих глагола переводятся как говорить. После глагола tell всегда будет стоять лицо, которое чаще всего выражено местоимением в объектном падеже. Me, her, him, ours, them и так далее. Я часто рассказываю ей, как практиковать английский язык. После же глагола say мы не употребляем лицо. Say something означает сказать что-то. Например, Я всегда говорю что-то не то. Глагол say также часто вводит прямую речь. Например, Получается, что в том предложении, которое сказал Юрий Дудь, нет адресата. А после глагола говорить сразу идёт прямая речь. Соответственно, мы должны заменить tell на say. И правильно это должно звучать так. Russian footballers say. Российские футболисты говорят. И далее пошла прямая речь, что они говорят. Следующая ошибка в этом же предложении связана с употреблением предлогов. Давайте вспомним, что когда мы движемся по направлению к чему-то, мы употребляем предлогов to. Если мы движемся из какого-то пункта, то это предлог from. Например, если мы едем в Москву, это будет to Moscow. Если мы едем из Москвы, from Moscow. Соответственно, футболисты получают приглашение из Барселоны в Манчестер Юнайтед. Юрий же использовал предлог он перед названием футбольного клуба Манчестер Юнайтед, что неправильно. Давайте исправим эту ошибку. Должно получиться Ну и чтобы это предложение было совершенно правильным с грамматической точки зрения, мы добавим неопределенный артикль n перед словом invitation. Если я получу приглашение из Барселоны в Манчестер Юнайтед. Почему мы добавили неопределенный артикль? Дело в том, что артикль e или n имеет значение один. Он употребляется с исчисляемыми существительными в единственном числе. Если существительное начинается с согласного звука, мы берем e, а если с гласного, то мы берем артикль n. Например, Я вернусь через минуту. Говорящий имеет в виду через одну минуту. Или Дай мне одно яблоко. Посмотрите на это предложение и попробуйте самостоятельно найти в нем ошибки. А теперь мы разберем их вместе. Давайте вспомним, что такое Этот оборот говорит нам о существовании людей, предметов и так далее. Значение этой конструкции Есть, имеется, находится, существует. There is всегда вводит существительное в единственном числе, а there are существительное во множественном числе. Например, There is a book on the table. На столе находится книга. There are a lot of flowers in the garden. В саду много цветов. Соответственно, употребление оборота Is there является ошибкой. Юрий должен был спросить Are there any artists? А теперь посмотрите внимательно еще раз И найдите еще одну ошибку. Мы используем предлог by, чтобы сказать, на чем мы путешествуем. Например, By car на машине By train на поезде By plane на самолете By bus на автобусе И так далее. Однако, когда мы путешествуем пешком, мы говорим On foot. Например, Did you go by train or on foot? Вы поехали на поезде или пошли пешком? Соответственно, Юрий сделал ошибку, когда он использовал предлог by в выражении пешком. Было бы правильно сказать On foot. Иван Дорн очень хорошо говорил по-английски, но и он в нескольких местах тоже ошибся. Посмотрите на это предложение и скажите, что здесь не так? Давайте вспомним, что для образования прошедшего времени Past simple мы добавляем окончание иди к основе правильных глаголов. Например, Work worked, Live lived. They visited their grandparents last week. Они навестили бабушку с дедушкой на прошлой неделе. В предложении So together it was a sound really good не нужно было употреблять was, а нужно было добавить окончание иди к правильному глаголу sound. Что же у нас должно в итоге получиться? So together it sounded really good. Вместе это звучало очень хорошо. А теперь найдите ошибку во втором предложении. Скорее всего, вы помните, что в настоящем времени Present simple мы добавляем к глаголу окончание S, если подлежащее выраженными стоимениями he, she, it. То есть, я читаю будет звучать как I read. Он читает He reads. He always takes the bus to school. Он всегда едет в школу на автобусе. Мы видим окончание S у глагола takes. А вот Иван забыл про это правило и окончание S к глаголу sound не добавил. А нужно было сказать так. It still sounds good. Это все еще звучит хорошо. Давайте посмотрим, что не так с этим предложением. Настоящее совершенное время Present perfect употребляется для выражения действий, которые закончились к моменту речи, но все еще связаны с ним своим результатом. Present perfect очень часто употребляется с такими словами, как Already уже, Just только что, Often часто, Yet еще не, Ever когда-либо, Never никогда. I have never eaten sushi. Я никогда не ел суши. Юрий Дудь в этом предложении использовал Past simple I never heard, а нужно было использовать Present perfect. Соответственно, эта фраза должна была звучать так. I have never heard your first impression. Я никогда не слышал о вашем первом впечатлении. И на сегодня это все. Друзья, если это видео было вам полезно, ставьте лайк, не забудьте обязательно подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Итак, друзья, во-первых, все подписываемся, все ставим колокольчик, ставим лайк, все как всегда. Учите английский язык вместе со мной и не делайте ошибок. До новых встреч!